Порядка 20 человек записались на сдачу крови на антитела к коронавирусу, но когда сотрудница в РКБ приехала для забора крови, желающих оказалось намного больше. Специфика условий нашей службы. Да, мы понимаем, что у нас одно спальное помещение, у нас одна комната приема пищи. В кабине боевого расчета вообще невозможно предусмотреть какой-то социальной дистанции. Поэтому, естественно, и тем более в преддверии праздников нам важно понимать, может быть, у кого-то острая фаза, может быть, у кого-то надо отстранить от несения службы, чтобы нам сейчас не допустить каких-то провалов в личном составе. Пример подчиненным подают руководители. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дешкин кровь на анализ дал одним из первых. Узнать с момента пандемии, не был ли я болен, может быть, уже болезнь протекала как-то бессимптомно и так далее, чтобы узнать, есть ли антитела в организме и понимать свое состояние на будущее. Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы Олег Савченко уверен, каждый из его коллег должен быть ответственным в это непростое время. Наша работа связана с профилактикой пожаров, встречей с населениями. Естественно, мы с ними общаемся, доводим основные требования пожарной безопасности. И нам важно знать наше состояние здоровья, чтобы не распространять, естественно, в случае заражения у нас данную болезнь и в целом инфекцию среди населения. За время пандемии в Видновской пожарно-спасательной части было выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Но люди, работающие здесь, ответственно относятся не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Поэтому подобные мероприятия по сдаче крови здесь, вероятно, пройдут еще не раз. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...